Всем привет! Рад всех приветствовать снова на своем канале. Друзья, как бы это смешно ни звучало, но вы не поверите, большинство начинающих подводных охотников, да и вообще людей, они не знают элементарные вещи, такие как правильно одеть и снять костюм для подводной охоты. И сегодня в этом ролике я вам покажу правильно, как одеть гидрокостюм и как правильно его снять. И используя сегодня мы будем вот такую вот жидкость, которая называется отвар льна. То есть мы варили лен, и для тех, кто не знает, как правильно отварить лен для подводной охоты, чтобы одеть гидрокостюм, вы можете посмотреть у меня в этом ролике. Поэтому, а сейчас мы переодеваемся, я покажу, как правильно все это сделать. Ставим палец вверх и подписываемся на канал. Так, друзья, для того, чтобы залить лен в костюм, мы делаем следующее. Мы заливаем сюда в штанину, потом пережимаем одну штанину, вот так вот разбалтываем. То же самое мы делаем со второй штаниной. Так же самое заливаем, зажимаем, взбалтываем. После чего мы берем две штанины, берем конец и взбалтываем так вот, сверху вниз. Наоборот. И все содержимое выливаем, чтобы все это вышло. И у нас получается лен вот такая вот тягучесть. Вот посмотрите, я надеюсь, на камере это видно. То есть получается такое, как масло, которое ты залетаешь в костюм. Итак, мы залезаем. Друзья, посмотрите, мы просто залетели в гидрокостюм. Он просто от лина скользит, просто как я не знаю что. То есть мы одеваем штаны, поправляем складки, натягиваем вверх. После чего мы берем носки. Также заливаем в носки лен. Заливаем в один носок, заливаем во второй носок. Встряхиваем один носок, выливаем. Встряхиваем другой носок, выливаем. Друзья, когда вы одеваете носки на костюм, очень важно подвернуть низ. Подвернусь, так вот, манжет. Вы подвернули манжет, одеваете носок на ногу. Вот просто от лина заскакивает. Настолько скользко. После того, как вы одели носок, это очень важно. Вы одеваете штанину наверх, на носок. Потому что, когда вы плаваете или ныряете, у вас получается обтекаемость. И поэтому штанин одевается на носок. То же самое мы делаем со второй ногой. Мы заворачиваем низ. И одеваем так же само носок. После чего мы так же опускаем наверх штаны. И вот у нас все одето. Все в обтяжку. Так, как мы заливаем крутку? Мы заливаем в капюшон. Зажимаем. Встряхнули. Заливаем в один рукав. Встряхнули. Заливаем в другой рукав. Так же само встряхнули. После чего мы чуть-чуть отворачиваем низ. И заливаем так вот сюда все. Когда мы все, все части костюма залили и встряхнули, мы стараемся взять костюм так, чтобы у нас ничего отсюда не вытекло. И как следует притряхиваем. Делаем вот такие вот движения, чтобы у нас лен максимально растекся по всему костюму. Сверху вниз, снизу вверх. После того, как вы все это сделали, вы просто все это опускаете, и все лишнее выходит. Как только все из костюма стекло, отворачиваете чуть-чуть, и начинаете. Сначала одна рука просто залетела. Потом вторая рука залетела без усилий. Ну а дальше просто скользит. Вот, смотрите как. Вот так должен костюм скользить. Лен – это натуральное вещество. И телу, и коже очень приятно благодаря ему. У вас никогда не будет никаких раздражений. У меня были некоторые такие друзья, которые, чтобы они не заливали в костюм, шампунь, там, не знаю, для средств, там, для мытья некоторые заливали, как бы это смешно ни звучало. Некоторые заливали даже гель для душа. Они потом вылезали. Все какое-то раздраженности, какие-то красные пятна. Лен – это натуральный продукт, который с вашей кожей сделает все очень красиво. Ничего с ним будет. Так, когда я делю кутку, застегиваем бобровый хвост. Все. Друзья, костюм одет. Для того, чтобы снять костюм, мы также его расстегиваем. Вот так вот наполовину. Наполовину заворачиваем. Ни чуть-чуть, ни больше, ни меньше. А заворачиваем до половины. Здесь есть такая вот шлейка, которая болтается. Что мы делаем? Мы наклоняемся и стараемся сделать так, чтобы эта шлейка запала через голову. То есть, если у нас обычные условия охоты, вот мы в костюме, мы завернули до половины шлейка и делаем так вот. Она уступала сюда. Мы берем двумя руками за шлейку и просто тянем вперед аккуратно, без всяких усилий. Вот. Все. Благодаря тому, что мы смазываем костюм льном, он просто слезает настолько аккуратно, моментально, что оно очень легко. Ну и снимаем все остальное. Практически без усилий. Друзья, когда вы снимаете штаны, очень важно сделать так. Сначала все штаны спустить вниз максимально низко, насколько это возможно, к ступням. А именно, вот так вот. Как только вы спустили штаны максимально низко, вы просто берете двумя пальцами и все. И вот у вас сняты штаны. Так, друзья, после того, как вы увидели, как одевается, снимается костюм при помощи льна, есть также второй способ одеть костюм. Одеть костюм можно гидрударом. Сейчас я покажу, как одевать штаны гидрударом и потом покажу, как одевать вкулку гидрударом. Для того, чтобы одеть штаны гидрударом, вам надо залезть под воду и под водой максимально быстро постараться натянуть на себя штаны. Итак, я сел под воду и в воде штаны одеваются очень легко. Как бы этот способ называется в простонародье гидрудар. Вот и все. Вот у вас одеты штаны. Сейчас я покажу, как одевать скрутку гидрударом. Друзья, чтобы одеть скрутку гидрударом, для начала мы наполняем также костюм водой и под водой мы засовываем одну руку. Вот. очень легко. И так же самое наполняем и засовываем вторую руку. Друзья, чтобы одеть одну руку мы одели, вторую руку мы тоже одели. Чтобы одеть основную часть костюма, мы наполняем его водой и максимально быстро с водой одеваем его на себя. Выглядит это примерно так. наполнили. Все. Костюм у вас одет. Вот, в принципе, и все. Друзья, бывает такое, что вы, когда едете на подводную охоту, бывает такое, что вы забыли или шампунь, или гель, или лен, и у вас под рукой ничего нет. Поэтому таким способом, гидрударом, вы можете одеть костюм в любую теплую погоду практически всегда. И это не составит больших усилий. Вы видели, как это происходило. Друзья, я надеюсь, это видео вам помогло. Если это видео вам помогло, вы можете поставить палец вверх, подписаться на канал. Кстати, у меня на канале также очень много полезной информации. У меня есть очень много видов, как правильно почистить рыбу. Есть также само обзор, экипировки для начинающих подводных охотников. Вы можете совсем с этим ознакомиться, зайти ко мне на канал и присмотреть все эти видео. Поэтому всем большое спасибо за палец вверх и за подписку. Всем до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова